В прошлом видео я говорила о том, по каким признакам можно понять, что женщина живет в состоянии жертвы. И естественно возникает вопрос, как же выйти из этого состояния жертвы и в какое новое состояние нужно прийти. Я для себя назвала это состояние как хозяйка своей жизни. И если жертва думает о себе, что я никому не нужна, я хуже других, что кто-то должен прийти и спасти меня, то женщина в состоянии я хозяйка своей жизни, она думает о себе так. Я есть, я нужна себе, я влияю на свою жизнь, я знаю, чего я хочу, куда я иду и как мне туда прийти. И мои потребности у меня на первом месте, но при этом я учитываю потребности и желания других людей. Я ценна, я не лучше других, я не хуже других. Все люди равны, все люди ценны и индивидуальны. В принципе я достаточно автономна, я все в жизни могу сама, но я очень рада, когда люди дарят мне подарки, я принимаю помощь от других людей. Я открыта этому миру и другим людям. Если женщина в состоянии жертвы чаще всего испытывает такие чувства, как вина, стыд, собственное бессилие, страх, беспомощность, то женщина в состоянии хозяйки своей жизни, она чувствует внутреннюю силу и уверенность в себе. И это ее базовые чувства. Она понимает, что она со всем в жизни может справиться, если не одна, так с чьей-то помощью. И если у женщины в состоянии жертвы ощущения в теле такие, как зажатость, скованность, искаженная осанка, низкий уровень энергии, то в состоянии я хозяйка своей жизни, как правило, женщина чувствует в теле легкость, она легко может расслабляться, ее уровень энергии на достаточно хорошем уровне и ровная осанка, она достойно идет по этой жизни с высоко поднятой головой. Если все поведение жертвы сводится к тому, чтобы ждать, страдать, плакаться на свою несчастную жизнь, бездействовать и упиваться своим собственным жертвенным состоянием, то у хозяйки своей жизни поведение кардинально отличается. Она понимает, чего она хочет, она это делает и получает результаты. Она может за себя постоять, если ее несправедливо обижают, и она может взять свое, то, что ей принадлежит. Ее поведение строится на уверенности в том, что я могу и все в этой жизни возможно, и я имею право этим пользоваться. Вот такие два кардинально противоположных состояния. И согласитесь, что если женщина большую часть живет в состоянии жертвы, то она имеет одни результаты в жизни. И если она живет в состоянии хозяйка своей жизни, то это совершенно другая жизнь. Но как же пройти этот путь от жертвы, судьбы, обстоятельств к хозяйке своей жизни? Это непростая задача, но тем не менее это возможно. И сейчас я кратко расскажу, как же это сделать. И все начинается с первого шага. Самое важное – это осознать и признать, что да, действительно, я большую часть жизни нахожусь в состоянии жертвы. И нужно понять, откуда пришло в мою жизнь это состояние, у кого я его унаследовала, у кого я его скопировала. Какие факторы и события привели вас к тому, что вы сейчас живете как жертва. И тут мне вспоминается история, которую рассказывала мне моя мама. Где-то более 25 лет назад, когда у нее начались проблемы в отношениях со своим мужем, она решила пойти к психологу. И, рассказав, что у нее происходит, психолог ей ответила, вы знаете, вы живете как жертва. И в тот момент моя мама очень разозлилась на этого психолога. Да как она могла? Что она вообще несет? Кто? Я жертва? Да не может быть такого в жизни. Никогда не пойду к психологу. Прошли годы, муж ушел к другой, мама начала заниматься саморазвитием. И спустя много-много лет она вдруг сама пришла к тому выводу, что большую часть своей жизни она была жертвой. И вот эта история, она показывает, как важно признать, что я нахожусь и живу в этом состоянии жертвы. Сколько лет понадобилось моей маме, чтобы самой к этому прийти? Но когда она приходила к психологу, она не готова была столкнуться с этой неприятной правдой о себе. Но если бы она продолжила работать с психологом, то, возможно, ее жизнь сложилась бы совершенно по-другому. И она бы постепенно начала признавать в себе жертву, выходить из этого состояния. Но тогда была не готова. Дальше нужно развивать осознанность и взращивать в себе внутреннего наблюдателя, который наблюдает за тем, что происходит в вашей жизни и анализирует. «А почему я сейчас это делаю?» Жертвам очень свойственно говорить такую фразу «Да, конечно, я бы хотела, но…» И дальше перечень обстоятельств, по которым она не может это сделать. И вот в эти моменты нужно быть предельно внимательной к самой себе. И наблюдать, как жертва внутри вас говорит, что она не может, что она бессильная. И понимать, почему вы это делаете. «Конечно, я бы хотела пойти туда учиться, но у меня нет денег, и это же учиться надо 3 или 5 лет». Вот почувствуйте, как в вас здесь пробуждается жертва. Или «Конечно, я бы хотела поехать отдыхать на море, но я не могу себе этого позволить». Тоже наблюдайте, как в вас включается жертва, и почему, собственно говоря, именно вы не можете позволить себе поехать на море. Наблюдайте за собой, как вы стремитесь угождать и удовлетворять потребности других людей. И как вы собственные потребности отодвигаете на второй и на третий план. Как вы постоянно низвергаете себя ниже плинтуса. Почему в этот момент вы выбираете желания и потребности других людей, а не свои собственные? Разберитесь в том, почему вам так важно угождать другим людям. Как я говорила, одним из признаков состояния жертвы является убитая, заниженная самооценка и чувство собственного достоинства. Поэтому для того, чтобы выходить из состояния жертвы, вам нужно восстанавливать свою самооценку и чувство собственного достоинства. Развивать в себе самоуважение. Вам нужно принять эту идею, мысль, что вы важное и ценное существо, которое заслуживает уважения и заботы. Просто так. Жертвы привыкли играть чужие роли. Они не понимают, какая я настоящая. Пытаются быть кем угодно, только не собой. И когда вы хотите стать хозяйкой своей жизни, вам нужно найти себя и свою роль и место в этой жизни. Понять, а какая я? А чем я отличаюсь от других людей? А чего я хочу в этой жизни? Какие мои истинные желания? И куда я иду? Вы никогда не будете счастливы, играя чужую роль. Поэтому жертве очень важно ответить на вопрос, а кто я? Чтобы выйти из состояния жертвы и прийти к состоянию «я хозяйка своей жизни», вам нужно хорошо поработать со своими границами. И научиться устанавливать и поддерживать здоровые границы в отношениях с другими людьми. И это означает, что вы легко можете говорить «нет», когда какое-то предложение, допустим, вашей подруге вас не устраивает, и вы не хотите этого делать. Допустим, вас приглашают на какую-то вечеринку, а вы хотите полежать дома и почитать книгу, побыть в своем внутреннем мире, разобраться со своими чувствами, насладиться одиночеством и покоем. И здесь вам нужно сказать «нет». Вот жертва в этом месте «нет» сказать не может своей какой-то активной подруге, которая говорит «да пойдем, да чего ты там лежишь, давай, будет классно, потусим». И когда вы умеете говорить «это нет», люди начинают вас еще больше уважать, потому что вы знаете, как с вами можно, а как с вами нельзя. И даже если вы отказываете какому-то близкому человеку, это не значит, что ваша связь с ним рушится, и он больше с вами не будет разговаривать, и он обидится и так далее. Наоборот, он начнет понимать, что у вас есть свои границы, что вы уважаете себя, вы знаете свои потребности. И вы можете сказать «и да, и нет». И это исходит из вот этого контакта с собой, вашей внутренней правды, что является для вас сейчас подходящим или не очень. Жертвы избегают конфликтов, не умеют конфликтовать. И поэтому, чтобы выйти в состояние «я хозяйка своей жизни», нужно учиться понемножечку конфликтовать и проявлять свою естественную агрессию, отстаивая свои интересы. И это нормально. И самое важное вот здесь – это научиться выдерживать вот эту агрессию и энергию конфликта. Поэтому шаг за шагом вы можете начинать идти в небольшие конфликтные ситуации, если вы действительно чувствуете, что вам нужно себя отстоять. Расскажу маленький пример на эту тему, как это прорабатывала я. Например, когда я была в состоянии жертвы, я приходила в магазин, покупала какой-то продукт и, приходя домой, я видела, что, допустим, он уже просроченный, у него какой-то не очень хороший запах. Ну, что делает женщина в состоянии жертвы? Она вздыхает и говорит, ну вот, какая же я дура, почему же я не посмотрела, что же я не увидела сразу, что я некачественный продукт купила. Ну, что уж делать, ну, выброшу его. А внутри вот остается вот это переживание. И когда я стала выходить из состояния жертвы, вдруг оказалось, что, купив некачественный продукт в один момент, во мне проснулась какая-то такая агрессивная моя часть. И я подумала, а какого хрена, собственно говоря, я не могу занести его в магазин и потребовать деньги обратно. И вы представляете, это случилось, я это сделала, и я почувствовала такую свою внутреннюю силу. Вау, я так могу. Ведь, ну, это нарушение правил, да, то, что вам продают некачественный продукт, который негоден к употреблению. Это мое право потребовать обратно свои деньги. А еще раньше, когда я была в состоянии жертвы, допустим, мне что-то приносили в кафе. И это было тоже какое-то невкусное и испорченное. И официант иногда подходил и спрашивал, ну, как вам это блюдо? Я говорила, спасибо, хорошо. Вот, вот так вот оно было. Но через какое-то время работы над собой я пришла в кафе, мне порекомендовали блюдо, как очень вкусное. В итоге оно оказалось просто отвратительное. Ко мне подходит официант и спрашивает, как вам наше блюдо фирменное? Я говорю, вы знаете, ну, честно, мне было невкусно. Я на него не наезжала, я просто честно ответила на его вопрос. Будучи в состоянии жертвы, я бы так не сказала. Официант занервничал, побежал к менеджеру. Они там посоветовались. Предложили мне десерт и кофе на замену. Это было хорошее кафе. И, кроме того, они не включили в мой счет вот это блюдо, которое мне не понравилось. Представляете себе? То есть, выходя из состояния жертвы, я имею право и влияю на свою жизнь. И даже получаю от этого какие-то бонусы в качестве кофе или пирожного. И этот случай для меня был новым опытом, когда я действительно могу правдиво заявлять о том, что мне нравится или не нравится. Если вам тяжело выражать свои чувства, эмоции, вы имеете привычку их подавлять, вам нужно научиться распознавать свои эмоции, признать свое право выражать их и не подавлять их. Справляться с этими эмоциями таким экологичным способом. Потому что женщина в состоянии хозяйка своей жизни, она понимает, что все эмоции нужны и важны. Она имеет право выражать любые эмоции. Нет ни плохих, ни хороших эмоций. Я на все имею право. Если эмоция возникает, значит это маркер какой-то моей потребности. Значит мне нужно ее прожить, реализовать свою потребность и таким образом завершить эмоцию. И еще очень важный совет для жертв. Вам нужно прямо сейчас начинать заботиться о себе самостоятельно. Не ждите, когда кто-то придет и начнет заботиться о вас и решит все ваши проблемы. Начинайте с самых мелочей. А как я могу позаботиться о себе сегодня утром? Не ждите, когда кто-то спросит, как у вас состояние, как вы себя чувствуете, в каком состоянии ваши зубы, например. И скажет, ну, наверное, тебе нужно пойти полечить зубы или проверить твое здоровье. Вот возьми деньги тебе, сходи. Вот это вот адрес заведения, больницы, куда тебе нужно обратиться. Не ждите этого. Делайте это для самой себя. Примеряйте на себя эту новую роль хозяйки собственной жизни. И разговаривайте сама с собой. Хорошо, я сейчас веду себя как жертва. А что бы сделала я, если бы я сейчас была хозяйкой собственной жизни, и я имела право влиять на собственную жизнь и принимать решения. И потихонечку пробуйте делать какие-то действия. Обнаруживайте свою зависимость от других людей. Если вы видите, что вы финансово, психологически, эмоционально зависите от других, и для вас другой человек является огромной опорой в своей жизни, а в себе вы не видите эту опору, то пробуйте понемножечку, шаг за шагом, начинать опираться на себя, зависеть от себя, как финансово, то есть, да, что-то зарабатывать, возможно, больше. Эмоционально, чтобы ваши эмоции не были привязаны только к одному человеку. Ну и психологически. Да, тут нужно расширять тоже свой круг общения. Чтобы выйти из состояния жертвы в хозяйку своей жизни, я рекомендую учиться принимать решения самостоятельно, по самому маленькому любому поводу. И выдерживать ответственность за последствия принятия этих решений. Потому что жертвы, они очень сильно боятся этих последствий и этой ответственности. Они очень сильно боятся совершать ошибки. Но без ошибок не бывает опыта, не бывает развития. Полюбите свои ошибки. Принимайте свои решения. Даже если они ошибочные. Чтобы выйти из состояния жертвы, наверное, самое главное – это взять ответственность за свою жизнь и понять, что я влияю на то, что происходит в моей жизни. Я понимаю, что это затертая до дыр фраза. Возьмите ответственность за свою жизнь. Но это самое фундаментальное, что нужно сделать для того, чтобы прийти к состоянию «я хозяйка своей жизни». И последнее, что бы я хотела порекомендовать. Будьте добры к себе. И не отрицайте свою жертвенную часть. Примите ее. Это важная часть вашей психики. И то, что она у вас есть – это последствия того опыта, который вы прожили, той среды, в которой вы росли. Потому что некоторые клиенты мне говорят «извини, я буду сейчас жаловаться, я выгляжу как жертва, извини, что я плачу». Не нужно извиняться. Примите в себе эту жертвенную часть. Это нормально. Не отрицайте ее. И если вам иногда хочется пожертвить, сделайте это. Позвольте себе это. Насладитесь этим состоянием жертвы. Потому что состояние жертвы – оно архетипическое. Оно для женщины тоже в чем-то важное. Важное – поплачьте, покричите, пожалейте себя, посочувствуйте, пожалуйтесь подруге, психологу. И после этого возвращайтесь в состояние «я хозяйка своей жизни». Я, например, тоже большую часть времени нахожусь в состоянии «я хозяйка своей жизни». Но бывают разные моменты в жизни, какие-то периоды, состояние ПМС, когда во мне включается эта жертва, эта маленькая девочка, которой хочется пожаловаться. И я погружаюсь в это состояние на несколько часов. Иногда бывает на несколько дней. Но потом все равно я возвращаюсь в состояние «я хозяйка своей жизни». И важный момент, о котором я хочу сказать, что невозможно выйти из состояния жертвы очень быстро. Это достаточно долгий процесс, потому что он пронизывает все сферы жизни, все модели поведения. Наша психика, она построена вокруг этого состояния. Поэтому для того, чтобы из него выйти, нужно уделить этому внимание и время. И если вы чувствуете, что хотите быстрее, что сами с этим не справляетесь, то, конечно же, я рекомендую обращаться за помощью к психологу. И этот процесс будет более управляемым и более быстрым. И в конце я хочу поделиться своим опытом, какие уроки я получила, когда выходила из состояния жертвы. И самым важным уроком для меня стало понимание, что у меня есть моя внутренняя сила, что у меня есть мои ресурсы, что я сама ответственна за то, что происходит в моей жизни. И я влияю на очень многие события. И самое главное, когда вы выходите в это состояние, я хозяйка своей жизни, почувствовать вот этот кайф от того, что вы влияете, вы ответственны, вы можете. Это кайф, от которого вы чувствуете себя творцом своей жизни. В вашей жизни появляется творчество. Вы в сотворчестве с этим миром, с Богом, со Вселенной, вы создаете вместе с ними что-то необычайное, удивительное полотно под названием «Ваша жизнь». И этот кайф от творения собственной жизни, он гораздо больше, чем кайф от состояния жертвы. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. До новых встреч. Пока-пока.